Здравствуйте! Эфир продолжает программа события. В студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Встретились с подрядчиками, обсудили график работы и детали. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. Плетут маскировочные сети и отправляют за ленту. Неравнодушные жители города продолжают оказывать помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. У него отменный вкус. Имя носит он арбуз. Как правильно выбрать сахарную ягоду и не навредить собственному здоровью? Губернатор Дмитрий Азаров помог самарским бойцам 43-го полка получить долгожданный отпуск. Ранее с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса к главе Самарской области обращались семьи военнослужащих во время встречи, которая прошла 19 июля. Буквально на следующий день губернатор обозначил эту проблему на встрече с заместителем министра обороны России Николаем Панковым. Дмитрий Азаров обсудил с замглавы российского военного ведомства вопросы конкретных бойцов, передал обращения от жен военнослужащих 43-го полка, в том числе касающиеся предоставления отпусков бойцам. Благодаря усилиям главы нашего региона Минобороны взяло ситуацию на контроль, вопрос удалось решить. Бойцов из Самарской области, которые служат в 43-м полку, начали отправлять в отпуска. Первые из них уже приехали домой на побывку. Самарские энтузиасты продолжают оказывать помощь бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Волонтеры объединения Покров-63 плетут маскировочные сети, которые затем везут за ленту или отправляют вместе с мобилизованными. Подробности у Светланы Тимофеевой. Валентина Беспятова приходит плести маскировочные сети почти каждый день. Женщина охотно откликнулась на просьбу председателя своего ТОСа помочь волонтерам. Хоть чем-то, хоть чем-то помочь. И душа уже просит, и сами мы приходим. Нас никто не уговаривает, нас никто не просит. Площадку подплетения маскировочных сетей предоставила администрация гимназии номер 54 в Октябрьском районе Самары. Сюда приходят и люди преклонного возраста, и молодежь. Некоторые приводят с собой членов семей. Искала, чем могу помочь еще, кроме гуманитарки. Подружка у меня шьет носилки в Южном городе. И я когда видела в соцсетях, уже собралась ехать в Южный город. Но у меня принцип, что все должно быть рядом, все должно быть в пешедоступности, все сады, все школы и так далее. И знаете, ну, наверное, что-то свыше. Когда разговаривали с ней по телефону, прямо в этот момент на Гритольна Ирошевского просят. И на следующий день я здесь была со своей кровью, с дочкой, то есть мы уже сразу пришли к команде. Некоторые горожане устанавливают станки дома или на дачах, работают в свободное время. Материал для плетения маскировочных сетей закупают сами на свои деньги. Откликаются, да, приносят еще гуманитарную помощь. Финансированием помогают, потому что ткани закупают. Но я считаю, что вот это движение волонтерское «Покров 63» делает очень большую работу. В сети волонтеры заворачивают для бойцов подарки. Обычно мы складываем в сети, заворачиваем молитвы, инструкция по применению маскировочной сети, потому что не все ребята знают, какое правило надеть, укрыть. И письма, письма детей, письма взрослых. Меньше чем за год волонтеры сплели более 350 сетей разного размера. Работать с бойцами волонтеры стараются напрямую. Кто-то сам везет маскировочные сети за ленту. Отправляются теми, кто приехал в отпуск или только отправляется в зону СВО. В ответ неравнодушным горожанам прислали фотографии техники, укрытые сетями, сплетенными их руками. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное заседание штаба по подготовке города к отопительному сезону. Вместе с представителями ресурсоснабжающей компании и подрядных организаций осмотрел уход работ по перекладке труб отопления в Ленинском и Самарском районах города, а также строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Андрей Горгуленко подробнее. В районе ГРЭС идет перекладка головного участка Южной тепловой магистрали города. Узкая дорога и близкое расположение зданий создают непривычные условия для работы по техническому перевооружению теплотрассы. Но тем не менее, ресурсники обещают, перекладка будет выполнена в срок. Один участок должны закончить к 10 августа, другой ближе к концу месяца. При этом на время ремонта горячую воду не отключали. Дома запитаны по временной схеме, как и на остальных участках. Сложностесненные условия, как мы видим, то, что работаем с колес, демонтаж производим машины, все это, места под складированный материал практически нет, то есть материал пришел, сразу с этой же машины производим монтаж. Работы по демонтажу трубопроводу и все, возможно, вести в основном только в ночное время, когда уже поток машин снижается. Этот, а также другие участки в историческом центре города, глава Самары Лена Лапушкина осмотрела во время выездного заседания штаба по подготовке к отопительному сезону. Мэр пообщалась с подрядчиками, обсудила с ними технические особенности новых труб, условия и график работ. Все новые коммуникации оснащены специальными датчиками, которые с точностью до метра помогут определить место аварии. Но ресурсники отмечают, что это вряд ли потребуется, так как срок службы труб 50 лет. Глава города напомнила, что все основные работы по перекладке должны быть завершены до 1 сентября. Большинство людей возвращается из отпусков, детей возвращаются со школьных каникул, и для того, чтобы можно было комфортно продвигаться по городу, по центру города, конечно, мы стараемся освободить всю уличную дорожную сеть от всех перекладок. Также глава города увидела ход строительства новой котельной в Куйбышевском районе. Сейчас рабочие заканчивают строительно-монтажные работы. Подключены все коммуникации, смонтировано оборудование. Главная особенность станции – она будет работать полностью автономно. Здесь не предусмотрено персонала эксплуатационного. В дальнейшем планируется, что это оборудование будет полностью удаленно управляться в проекте. Сейчас мы находимся на стадии завершения всех строительно-монтажных работ. Мощность объекта – 120 мегаватт. Этого хватит, чтобы улучшить качество отопления во всех домах Куйбышевского района. После завершения строительных работ начнется проверка оборудования, а затем подключение к городской системе отопления. С 15 августа мы приступаем к пуску наладки. Увы, скорее всего, вынуждены будем заходить в отопительный сезон на станции КНПЗ, но, тем не менее, потом быстро переключимся. И, надеюсь, к Новому году у нас уже люди будут получать тепло от новой котельной, современной. В случае, если в Куйбышевском районе появятся новые дома, то котельная имеет техническую возможность для расширения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. В Самаре на Ташкентской открылся объединенный единый клиентский центр «Газпром-межрегионгаз Самара» и «Газпром-газораспределение Самара». Организации переехали туда с проспекта Кирова. В новом центре можно оплатить услуги, разобраться со счетами, подать заявление на догазификацию и даже купить газовое оборудование. Подробнее Виктория Шаре. Объединенный единый клиентский центр «ООО «Газпром-межрегионгаз Самара» и «ООО «Газпром-газораспределение Самара»» открылся по адресу Ташкентская 196А. Он переехал сюда с проспекта Кирова и стал шестым обновленным клиентским центром в городе. Здесь можно оплатить услуги, разобраться со счетами, подать заявку на догазификацию и даже купить газовое оборудование. На первом этаже нового центра будет проводиться прием граждан. На втором и третьем расположился офис для сотрудников. В торжественной обстановке центр открыли Михаил Смирнов, генеральный директор ООО «Газпром-межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром-газораспределение Самара», глава города Елена Лапушкина и Игорь Рудаков, глава Кировского внутригородского района. У нас в областном центре не осталось уже клиентских центров, которые бы не соответствовали вот этим высоким стандартам, о которых я говорю. И вот сегодняшний клиентский центр, он самый большой, самый комфортный. На мой взгляд, здесь потребителям газа Самарской области будет удобнее всего. Ну, совсем другое дело, конечно. Очень приятно. Современная архитектура внутри, дизайн, очень хорошо все сделано. Там на втором этаже нужно было по лестнице подняться и стоять в большой очереди. Обновление и оптимизация клиентских центров носит системный характер. Это уже одиннадцатый клиентский центр, который изменил локацию и оснащение за последние два года. Сейчас в Самаре работают шесть обновленных центров, всего же по области их около сорока. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. В Самаре идет приемка объектов, отремонтированных на средства нацпроекта безопасные качественные дороги. Сегодня специалисты выезжали на улицу Солнечную, где завершается ремонт. Все детали в нашем репортаже. Утром на улице Солнечной работала передвижная дорожная лаборатория МБУ «Дорожное хозяйство». В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом сезоне отремонтируют участок проезжей части от улицы 22-го партсъезда до новой вокзальной. На сегодняшний день подрядчик выставил люки смотровых колодцев и решетки дождеприемников на проектную высоту. Позаботились о применении новых материалов и современных технологий, что является одним из важнейших условий реализации нацпроекта. Ложность смесь ЧМА-16 на площади около 19 тысяч квадратных метров. Осталось еще порядка двух тысяч. Самый основной показатель на асфальтобетонной смеси – это непосредственно остаточная пористость. То есть та способность асфальтобетонной смеси по поглощению воды в себя. То есть в данном госте показатель должен быть не менее 2%, но не более 6%. Пробы берут на всю толщину нового дорожного покрытия. Затем керны отправят на проверку в лабораторию на соответствие всем физико-механическим свойствам. Мы берем пробы асфальтобетона из покрытия. Дальше пробы направятся в лабораторию, где будут проведены испытания на содержание воздушных пустот и объемную плотность. Дадут оценку и толщине кернов. Полностью завершить укладку асфальтобетонной смеси на улице Солнечной подрядчик обещает до конца августа. Отметим также, что дорога, являясь одной из основных в микрорайоне Солнечной, ведет к социальным объектам. В том числе к школам номер 139 и номер 149, к жилым массивам. Движение по улице интенсивное, особенно в часы пик. По ней следует и общественный транспорт. На данном участке осталось и выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на съездах и на пересечении с пятой просекой. Так как будет устраиваться дополнительная полоса, предусматривающая поворот на пятую просеку, дабы обеспечить пропускную способность данного перекрестка. Полоса уширения позволит предотвратить образование дорожной пробки в данной локации, обеспечив беспрепятственный проезд транспорта. Контроль за темпами и качеством обновления уличной дорожной сети идет на каждом этапе, начиная с удаления изношенного покрытия. В процессе ремонта проверяется асфальтобетонная смесь и на заводе, и при доставке на объект. Контролируется ее температура. На данный момент по дорожному нацпроекту уже отремонтировано 36 объектов местного значения. На 22 дорогах завершена приемка. Остальные проверят в августе. Подрядчику оплатят работы, которые были выполнены качественно, в соответствии с муниципальным контрактом и требованиями к реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Качество дорожной инфраструктуры, ее развитию уделяет повышенное внимание глава региона Дмитрий Азаров. Только в этом сезоне в Самаре в рамках нацпроекта отремонтируют 42 объекта общей протяженностью более 42 километров. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. Ограничение движения только в ночное время. В ходе ремонта улицы главной в рамках нацпроекта приведут в порядок и покрытие дороги на мосту через реку Самара. В настоящее время отремонтировано покрытие от перекрестка с улицы Шоссейной до Старого моста через реку Самара, а также в створе на противоположной стороне от дома номер один по улице Князя Григория Засекина до мостового перехода. В ближайшее время заменят асфальт и на самой эстакаде. Мост полностью перекроют с 24 часов до 5 часов утра. Ограничение движения транспорта начнется в ночь с 3 на 4 августа. Движение по мосту в оба направления в обычном режиме планируют восстановить к утру 7 августа. В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». После завершения первой ветки метрополитена подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Общественники также акцентируют внимание на том, что метро – очень удобный вид общественного транспорта. Новая станция позволит разгрузить дороги, сократить пробки, а люди будут значительно быстрее добираться на работу или по другим своим делам и обратно домой. Это очень важно. Там замечательный лозунг на стройке висит. Неудобства временные, комфорт навсегда. Да, это вот прям один в один передает действительность. У нас, особенно у молодежи, все праздники, вся движуха, все вечно происходит на площади Кубышево, в центре города. Добраться туда в перезаполненных автобусах или трамваях не всегда выдается удачным, комфортным решением. А тут, представляете, метро, в центре, возле площади Кубышево, возле набережной. Прыгнул где-нибудь издалека, с пятнашки, откуда-то оттуда, с отдаленных районов, раз 30 минут и ты в центре. Вообще красота. День города, салют, вообще не проблема. Нас не пугают ни пробки, ничто. Мы прыгнули метро и добрались. Я думаю, все готовы потерпеть неудобства и очень-очень ждут, когда эта станция откроется. Я думаю, она будет большим прорывом для всего вообще города. Сегодня завершилось общественное обсуждение проекта изменений в правила благоустройства Самары. Поправки касаются порядка размещения самокатов на территории города. Основная суть документа – введение запрета на размещение самокатов в тех местах, где они могут создать помехи для других транспортных средств или пешеходов. В частности, предусматривается запрет на то, чтобы оставлять средства индивидуальной мобильности на газонах, подарками зданий и сооружений, в павильонах остановок общественного транспорта и на расстоянии 15 метров от них. Проект документа для ознакомления опубликован на сайте администрации Самары и на других площадках, например, у входа в здание, где располагается департамент транспорта. Теперь документ отправится в городскую думу для утверждения депутатским корпусом. В ближайшие месяцы это все равно произойдет. Мы рассчитываем, что наша инициатива, она будет поддержана и в окончательной редакции, за нее все проголосуют и эта норма вступит уже в действие. Пока мы рассчитываем, что обойдемся только поправками в правила благоустройства, но готовы там продолжать эту работу, если того потребуется ситуация. В администрации города ведется системная работа, направленная на упорядоченное использование средств индивидуальной мобильности, а именно электросамокатов, которые не так давно просто волной, можно сказать, захлестнули улицы Самары. В прошлом году по инициативе департамента транспорта было разработано и подписано соглашение о взаимодействии с теми компаниями, которые оказывают услуги аренды электросамокатов. Утверждены территории, где эксплуатация не допускается электросамокатов, и указано, что там, где у нас зеленые зоны, парки, скверы, набережная, там ограничивается скорость перемещения в целях безопасности. Согласно поправкам в правила дорожного движения, электросамокаты считаются отдельной категорией транспортных средств. Для них установлены особые требования и правила эксплуатации. Поэтому, если новая поправка в правилах благоустройства компаниями аренды электросамокатов не будет соблюдаться, то городская власть готова штрафовать нарушителей. Далее, коротко о других темах этого дня. В Самарской области поезд столкнулся с большегрузом. Как сообщили в МЧС России, сегодня, 1 августа, на 151-м километре Южно-Уральской железной дороги, в районе села Новый Камелек, столкнулись маневровый поезд и грузовик. Спасатели ликвидируют последствия аварии. Подробности выясняются. Силовики предотвратили теракт на территории образовательного учреждения в Самаре. В июле этого года сотрудники ОФСБ России по Самарской области задержали несовершеннолетнего жителя Самары, планировавшего совершить террористический акт в учебном заведении. Об этом сообщили при службе ведомства. Силовики выяснили, что подозреваемый искал средства для изготовления самодельного оружия, а также приобрел зажигательные смеси. Подростка задержали при подходе к схрону. В нем находился сверток, содержащий 4 бутылки с зажигательной смесью. В отношении несовершеннолетнего злоумышленника возбуждено уголовное дело. В Самарской области 12-летнюю девочку травмировал винт катера. Об этом сообщили в Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Вечером 30 июля на реке Сок в селе Малая Царевщина Красноярского района винтом проплывавшего мимо катера задела находившегося в водоеме подростка. С полученными телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали. В настоящее время ей оказывают всю необходимую врачебную помощь, рассказали в ведомстве. Выясняются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается. Аналитики выяснили, что россияне стали чаще мечтать о длительном отпуске. Каждый четвертый житель нашей страны считает, что идеальный отдых должен продолжаться больше четырех недель. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. Лишь 3% россиян убеждены, что для отпуска достаточно 10 дней. По мнению 14%, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели. Каждому пятому 21% необходимо три недели, а 28% – четыре. Тех, кому для отдыха хватает короткого отпуска, больше среди опрошенных респондентов в возрасте до 34 лет, тогда как четыре недели чаще требуется более старшему поколению. Также, чем выше доход, тем чаще люди предпочитают отпуск длительностью больше месяца. Самарцев предупредили о геомагнитной буре 1 августа. Согласно прогнозу ГИСМЕТЕО, солнечная активность достигнет 5 баллов из 9 возможных. К среде сила возмущений снизится до 4 баллов. Напомним, магнитные бури – это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход. Как правило, они длятся от нескольких часов до нескольких суток. Так как магнитные бури могут влиять на здоровье людей, врачи рекомендуют отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи, а также больше отдыхать в те дни, когда геомагнитное поле Земли неспокойно. В Самарском университете завершила работу летняя международная школа. 28 студентов из Поднебесной обучались по двум направлениям – русский язык и культура, и производство испытания двигателей летательных аппаратов. В конце обучения они продемонстрировали знания языка, исполнив песню и сыграв пьесу. Подробности в нашем материале. Они учились с утра до вечера две недели и сейчас готовы продемонстрировать полученные знания. 28 студентов Северо-Западного политехнического университета завершили обучение в летней международной школе по двум направлениям – русский язык и культура, и производство и испытания двигателей летательных аппаратов. И готовы продемонстрировать знания. По вечерам после занятий студенты отправлялись на экскурсии по городу, побывали на площади Куйбышева и на набережной, и даже спустились в бункер Сталина. По итогу хочется сказать, что все прошло на высшем уровне, даже лучше, чем мы рассчитывали. Студенты, которые к нам приехали, оказались с очень хорошим уровнем, и интеллигентные, и умные, и готовые получать новые знания. Мне понравилась очень Самара. Тут хорошая погода, и было очень много радостных моментов. Мне очень понравилась учебная программа. Были прекрасные профессора. Также мне понравилось проводить время с волонтерами. Мы играли в разные игры, и очень мне понравился квиз. Сотрудничество Самарского университета с китайским длится много лет. Но в последние годы из-за пандемии его поставили на паузу. И вот после трехлетнего перерыва сотрудничество возобновилось. За лето в Самарском университете получили знания три группы студентов из Китая. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Самая летняя ягода. В Самаре наступил сезон арбузов. Надежный способ убедиться в спелости и сочности, разрезать и посмотреть. Однако такая покупка чревата рисками. Есть и другие способы проверить, осмотреть, постучать и даже отправить в заплыв. Как выбрать самый вкусный, спелый и безопасный арбуз, расскажет Ксения Баканова. Чтобы пятно было желтое побольше, чтобы он хрустел внутри. Слышно, когда нажимаешь, что-то хрустит. И кончик, чтобы был сухой. Арбузы выбираю. Чтобы они в первую очередь были настолько звонкие, твердые, упругие. Чтобы было такое ощущение, что он вот-вот скоро лопнет. Тогда он в принципе должен быть спелым. Чтобы хвостик был сухой. Я знаю, чтобы желтесна была такая, трещинки такие небольшие. Ну а по звуку я не умею определить. По звуку выбираю. И по корешку еще. И все, по звуку. Вы его посукаешь вот так. И он прямо это самое, отдает хорошо. Прям бом-бом-бом. Здравствуйте. А откуда же будет? Здравствуйте. Большой крупный арбуз Казахстан. Мелкий, соль и лец. Какие вкуснее? Большой казахский арбуз. Он сахарный, сладкий. Соль и лецкий, красный. Тоже сладкий арбуз. Хороший, он кокорый. Хазрат Азимов на этом рынке – частый гость. Сегодня он собирается за Волгу. Отличный способ утолить жажду – съесть холодный арбуз. Он и накормит, и напоит, рассказывает Хазрат. Главное – правильно его выбрать. Я внимание обращаю, чтобы не мятый, не треснутый был. Ну и по звуку понимаю сам. Такой, как у барабана чуть-чуть. Такой стучишь, он такой хороший. При покупке полосатой ягоды нужно обращать внимание еще на несколько признаков. Во-первых, на земляное пятно. Оно должно быть одно. В идеале – ярко-желтого цвета. Если оно белое – это первый признак незрелого плода. А вот сухой хвостик, на который ориентируется почти каждый второй покупатель – совсем не показатель. Некоторые уверены в том, что если у арбуза сухой хвост, значит, он наверняка спелый. Но это не всегда так. Обычно, когда хвост сильно сухой, это уже старый арбуз, и он может быть переспелый, если он плохо хранился, например, без холодильника. Это наверняка уже вялый арбуз внутри. Ну, хвостик должен быть слегка сухой, но лучше, конечно, зеленый. Также обращайте внимание на торговую точку. Если это рынок, то арбузы необходимо хранить патентом на специальных стеллажах или картоне. На товар у продавца обязательно должны быть документы. По словам специалистов, также не стоит брать половину арбуза или треснувший плод. И это небезопасно. Нельзя покупать арбузы частями. И не советуем просить продавца взрезать, чтобы попробовать арбуз, так как арбуз содержит большое количество сахаров, и это очень хорошая питательная среда для микроорганизмов. Поэтому быстро они размножаются, плюс арбузы хорошо впитывают и пыли, и соли тяжелых металлов, которые могут находиться в воздухе, в выхлопных газах автомобиля и так далее. Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть. Частички пыли и грязи, находящиеся на кужуре, могут попасть внутрь плода. А такой ягодой легко отравиться. Знатоки говорят, спелый арбуз не тонет в воде. Давайте проверим наш. Сейчас будем купать нашего полосатого друга. Опускаем. Держится на воде, значит, мы сделали правильный выбор. Режем арбуз. У спелого мякоть сочная, а при близком рассмотрении крупинчатая. Если срез гладкий и блестящий, арбуз или не дозрел, или уже начинает портиться. Свежий арбуз приятно пахнет, а вот любой неприятный запах с кислинкой должен насторожить. Такой арбуз лучше выбросить и не рисковать собственным здоровьем. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Тольяттинский Акрон стал единственным клубом, который набрал максимальное количество очков в первенстве Первой лиги по футболу в первых трех турах. Накануне в Волжане разгромили Тульский Арсенал. Об этом и в других спортивных новостях в нашей следующей рубрике. Тольяттинский Акрон одержал третью победу подряд в Первой лиге. В матче третьего тура команда принимала на домашнем поле Тульский Арсенал. В первые 20 минут команды втягивались в игру, после чего хозяева полностью взяли матч под свой контроль. До перерыва игрокам Акрона удалось заработать и реализовать два пенальти, и еще один раз отличились с игры. Сразу после перерыва гостям удалось отыграть один мяч, но больше у Тольяттинских футболистов не позволили, а в самом конце довели дело до разгрома. 5-1 победа Акрона. Команда занимает единоличное первое место в таблице. Сербский защитник Никола Ребич стал новым игроком баскетбольного клуба «Самара». Контракт с ним подписан сроком на один сезон. Он имеет богатый опыт выступления в европейских чемпионатах и единой лиге. Никола – двукратный чемпион Сербии и победитель молодежного чемпионата Европы. Минувший сезон он провел в команде «Пари-Нижний Новгород», набирая в среднем за игру более 7 очков. Состоялась жребевка Кубка России по баскетболу среди женских команд. Игроки «Самары» вступят в борьбу за трофей со стадии 1-8 финала. Соперником волжской команды станет победитель Кубка Берлина, в котором сыграют команды Высшей и Суперлиги. Победитель противостояния определится по итогам двух матчей, точные даты игр станут известны позднее. Хоккеисты Тольяттинской «Лады» сыграли два контрольных матча с альметьевским «Нефтянником» в рамках подготовки к новому сезону. В первой встрече автозаводчанам удалось открыть счет лишь в конце первого периода, но зато сразу после перерыва разницу удалось удвоить. После этого «Лада» ослабила давление на соперника и позволила отыграть одну шайбу. В третьем периоде голов не было. 2-1. Победа Тольяттинцев. Вторая игра получилась результативнее. «Нефтяник» дважды выходил вперед, но игроки «Лады» быстро отыгрывались и сумели склонить чашу весов в свою пользу. Победа 4-3. А вот хоккеисты ЦСКА ВВС спаренные контрольные матчи против Южного Урала из Орска проиграли. Сначала «Самарцы» уступили соперникам 2-3. В составе летчиков дублем отметился Егоров. Во второй игре реванж взять не удалось, хотя ЦСКА ВВС вели по ходу матча 3-0, но хозяева сравняли счет, а затем победили в серии буллитов. 3-4. Поражение самарской команды. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале городской администрации «Вести» с Дворянской рассказывают о федеральном проекте «Профессионалитет». Это одна из 42-х инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом Владимиром Путином. Студенты профессионалитета осваивают востребованные профессии, в короткие сроки получают опыт на производствах, чтобы стать специалистами, которые высоко ценятся на рынке труда. Узнать больше о проекте «Профессионалитет» можно на портале япров.рф. С 1 августа начался прием заявок на участие в региональной общественной акции «Народное признание». Это один из самых масштабных и народных проектов правительства Самарской области, сообщает в телеграм-канале промышленного района. По словам губернатора Дмитрия Азарова, акция «Народное признание» стала традицией нашего региона. Традиции благодарить людей за их добрые дела, таланты, трудолюбие, за готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Акция пройдет в три этапа – муниципальный, отборочный, финальный. Заявки до 31 августа принимаются в шести номинациях. «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победы», «Герои нашего времени», «Единство и успех». Что нужно знать о карте жителей Самарской области, рассказывают на страницах телеграм-канала Красноглинского района. Карта дает дополнительные скидки на товары и услуги в компаниях, ставших партнерами проекта. Выпускается и обслуживается бесплатно. Получить ее могут все желающие, начиная с 14 лет. Из документов понадобится только паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Подать заявку на оформление карты жителей Самарской области можно не только в отделениях банков, партнеров проекта, на сайте и в мобильном предложении, но и в любом офисе МФЦ. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok